Минувшие выходные в Подмосковье прошел съезд Коммунистической партии России на съезде. Утвердили программу, с которой партия пойдет в Думу и списки кандидатов. Ожидается, что по всей стране их будет около 500. А вот у справедливого Росов программа будет состоять из 25 законов. По словам лидера партии Сергея Миронова, программа разрабатывалась на основе требований граждан. В Москве проходит и съезд партии «Единая Россия». На нем тоже будет принята предвыборная программа и определены кандидаты для участия в выборах в Государственную Думу России. В работе съезда принимает участие свыше 2000 человек со всей России, в том числе и делегация Чувашия. Партии власти собираются выйти к избирателям не с набором лозунгов. Единороссы представляют стратегию развития страны. Политическая партия «Единая Россия» в Российской Федерации – это партия реальных дел. Пускай обещания не дает, данные обещания все выполняют. Во-вторых, повестки дня сегодняшнего съезда, 15-го съезда политической партии «Единая Россия» – это корректировка действующей программы. Будут внесены существенные поправки с учетом требований и предложений населения. Это очень важно. Партия «Единая Россия» имеет обратную связь. Депутаты и Государственного Дума, и Государственного Совета. Мы, должностные лиц города на фразе, постоянно встречаемся. Постоянно выезжаем в муниципалитеты и имеем постоянные связи. В первый день съезда работали 10 дискуссионных площадок. Говорили о развитии промышленности, сельского хозяйства, медицины. Делегация «Чувашия» почти в полном составе активно участвовала в разговоре о том, что станет главным для системы образования на ближайшие годы. Помимо, как уже было сказано, детских садов, дан старт строительства новых школ. Мы активно участвуем и в модернизации и реконструкции спортивных залах, а в сельских школах. Это, считаю, тоже тот результат, к которому нужно стремиться. Ну и завтрашний день, я уверен, принесет тоже нового. Мы находимся в ожидании новых задач, новых направлений, тех целей, которые будут поставлены в целом перед партией членами «Единой России». В Чувашии есть чем гордиться в этой сфере. У нас практически ликвидирована очередь в детские сады. Можно сказать, что партийный проект, которым руководила депутат Госдумы Чуваши Алена Аршинова, республика выполнила. Вслед за детскими садами партия предлагает строить школы, современные, с компьютерными классами и бассейнами. По проекту детские сады теперь была включена реализация проекта по новой школе. Это модернизация общего образования, строительство новых школ. И очень здорово, что в ближайшее время уже в Чувашской республике будет открыта новая школа в Комсомольском районе. Я была там, инспектировала, видела. Очень хорошая светлая школа. И планируется открытие новой большой школы на улице Гладково. Сейчас там большими темпами возводится уже новое здание, и строители во всю работают. Конечно, очень большие субсидии должны к нам прийти, федеральные. Поднимали на площадки вопросы среднего профессионального образования, как сделать престижными рабочие специальности. В этой сфере в Чувашии также много делается. Создаются учебные центры подготовки инженеров. Глава Чебоксар Леонид Черкесов рассказал об опыте столицы республики в расселении граждан из аварийного жилого фонда. Вот у нас освобождается после аварийного дома. Земля уже муниципальная. Мы выставляли проект развития застроенной территории на аукцион. И последующие уже аварийные дома мы переселили за счет застройщиков. Сегодня, во второй день, на съезде выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что сейчас важно сосредоточиться на прорывных проектах, которые обеспечат динамичное развитие страны и благополучие граждан. Сегодня же на съезде утвердили список кандидатов в Государственную думу нового созыва. Выборы пройдут 18 сентября по смешанной системе. 225 депутатов будут избираться по партспискам и столько же по одномандатным округам. Более подробно о программе, которую приняли на съезде, смотрите в нашем завтрашнем эфире. Татьяна Молокова, Республика.